так значит мы с вами в прошлый раз начали разговор о углеводородных системах углеводородные системы это в принципе то, о чем мы с вами будем говорить в течение этих двух семестров то есть у нас с вами задача каждый наш кусочек, каждый наш бассейн охарактеризовать тектонически, геологически, стратеграфически но основная наша роль, основная задача курса это все-таки углеводородные системы и вот в прошлый раз мы говорили, что углеводородные системы включают несколько компонентов и несколько процессов и первый компонент, и первый процесс это материнская свита, материнская толща то есть это та порода, где рождается нефтегаз чаще всего это порода глинистая, ну естественно преобразованная скорее всего уже не до глина, может быть до аргелит а иногда это бывают какие-то другие породы, ну например карбонаты ну тоже, как правило, с высокой степенью глинистости ну вот, значит, мы говорили, что в этой породе должно быть достаточно много органического вещества продуцентами этих органических вещества может быть много что но больше всего, конечно, нам подходит что-нибудь очень мелкое то есть какой-нибудь планктон, зо, может быть какая-то часть бентеса ну это самые маленькие организмы, которые лежат в основе всех пищевых цепочек они просто самые большие по объему биомассы вот, значит, должно быть много органики эта органика должна попасть по роду причем в тех условиях, когда мало кислорода если у нас попадет кислород, она сгниет значит, это вот мало кислорода это там, где какой-то слой воды достаточно серьезный в этом бассейне будет, значит, изолировать от атмосферы ну там еще несколько условий, ну да бог с ним дальше мы говорили, что это вещество должно преобразоваться то есть созреть и действующий фактор тут тепло хотя тут работает еще и давление в отрицательную сторону замедляет и время потому что ни одна реакция не проходит моментально температура, ну, где-то в диапазоне от 60 до 150 для нефти чуть больше для газа в диапазоне, потому что в конкретных случаях может быть чуть поменьше ну, чуть побольше, наверное, да? где-то может с 80, где-то с 90 где-то кончается на 120, где-то на 150 ну, вот так примерно теперь, значит, это вот в каждом бассейне, о котором мы будем говорить обязательно я буду рассказывать про материнскую толщу и место, где она зрелая это место, где она зрелая была, наверное, или сейчас это называется очаг генерации или по-английски all window то есть нефтяное окно вот, теперь второй процесс, да? который тоже происходит в материнской толще который тоже мы должны с вами обязательно обсудить это эмиграция потому что в материнской толще нефть и газ только рождаются они, конечно, там могут и остаться навсегда и мы можем, в принципе, их оттуда извлечь из этих мельчайших пор которые есть и в любой материнской породе даже в глине, которая, вроде бы, казалось бы, непроницаема но там очень много пор другое дело, что они мелкие и часто закрытые изолированные так вот, нефть и газ должны покинуть материнскую толщу чтобы уйти в ту породу где может образоваться настоящее скопление коммерческое, промышленное то, которое нам экономически выгодно разрабатывать из материнской толщи мы тоже можем получить это такая, так называемая, сланцевая нефть или сланцевый газ но это другие деньги а вот традиционные источники, конвеншнл это вот она должна покинуть материнскую толщу почему она должна покинуть? это тоже мы с вами должны с вами понять какие силы заставляют ее уйти вот, казалось бы мы все представляем так, что ну да, нефть, как говорила Академия Губкина это капля в океане воды любая порода изначально водонасыщена когда туда попадает нефть и газ они должны всплывать то есть Архимедова сила действующая но нет вот в этом случае она не работает абсолютно потому что Архимедова сила там ведь помните, да она прямо пропорциональна объему этого вещества, да то есть выталкивающая сила равна скорейства водопадения равность плотностей и объем вот но объем вот этих вот капелек микрокапелек или микропузырьков газа микрокапелек нефти или микропузырьков газа он очень мал потому что он крохотный абсолютно и поэтому Архимедова сила в этих условиях мелко-пористой крайне мелко-пористой среды она фактически не работает она не способна протолкнуть эти пузырьки или капельки через вот эти межпоровые каналы где вот этим пузырькам или капелькам надо сжаться просто они кругленькие а когда они проходят каналы канал по диаметру меньше чем диаметр молекулы и поэтому вообще это конечно очень тяжело надо продавить очень сильно значит Архимедова сила не работает капиллярные силы ну тоже можно по них поговорить они где-то работают где-то нет но в целом тоже не работают молекулярная диффузия она работает но не в ту сторону потому что она направлена на рассеивание а не на концентрацию но в общем получается что действующая сила эмиграции ухода углеводородов из материнской это сила которая создается избыточным давлением в порах материнской породы вот в этих порах материнской породы вдруг начинает резко возрастать давление и это давление выше чем давление сверху и снизу вне пределов этой материнской то есть материнская выше нее допустим проницаемая порода ниже проницаемая так вот материнская в какой-то момент настолько высокое давление что оно выше как той породы которая над ней так выше и того давления которое в породе под ней то есть это наверное в раза в полтора-два может быть выше За счет чего это происходит, это необходимое, почти недостаточное условие для эмиграции, превышение порового давления в материнке, порового давления в проницаемой породе, это происходит за счет нескольких процессов. Ну вот, например, материнская толщина, если это глинистая, она довольно пластичная, и поскольку мы говорим о глубинах уже больше двух, а то и трех километров, на нее действует большое давление выше лежащих пород, она сжимается, сжимается, соответственно, поры уменьшаются. Вы можете сказать, что и в проницаемых породах тоже должно такое происходить, но там происходит это все значительно меньше, потому что возьмем проницаемую породу, песчаник, вот он тоже, конечно, уплотняется под действием геостатического давления, но не так, потому что там есть жесткий каркас, зерна кварца или полевого шпата, они принимают нагрузку на себя, и поры при этом, ну как бы на них давление не распространяются. Ну это распространяется не сильно. В карбонатах тоже там есть жесткий каркас, и вот пустоты, которые там есть, они как бы на них нету давления. А вот в глинистых породах, пластичные глинистые минералы, они очень сильно уплотняются, и поэтому передается давление и напора. Раз, условия. Второе, температурное расширение. Углубление материнской толщи, прогибание, опускание, оно сопровождается ростом температур. Ну чем глубже, тем теплее, ближе к источнику тепла, глубинному. Поэтому все расширяется. И особенно расширяется газ, газообразный углеводород, сильно. Матрикца минеральная слаба, жидкости тоже не очень коэффициент объемного расширения, а у газа он высокий. Это еще один фактор. Но это все такие факторы, слабенькие. А вот основной фактор, это вот этот вот. То есть реакции, которые, химические реакции, которые приводят к тому, что из твердого органического вещества, вот этих остатков этого, ну планктона или еще чего-нибудь, образуются жидкие или газообразные вещества, эти реакции все идут с увеличением объема. Хотя бы просто потому, что твердое вещество переходит, твердая фаза в жидкую. Тем более в газообразную. Но там и не только это. Там еще и увеличатся размеры молекул и так далее. Эти реакции идут с увеличением объема. То есть, понимаете, объем пустотного пространства до сих пор не увеличивается, а объем вещества в них пытается увеличиться. И, соответственно, это приводит к резкому росту пластового давления. И второй фактор, который не очень понятен, он тоже обязательно происходит, процесс следующий, вернее, даже два процесса. Они происходят, но не очень понятно, насколько сильно они приводят к увеличению давления. Может сильно, может нет, не очень. Понятно. Это десорбция и дегидратация. Десорбция ввод. Дело в том, что вода в пустотном пространстве пород находится в нескольких состояниях. Она может быть в свободном состоянии, просто заполнять, жидкая вода. А может быть в твердом. Это сорбированная вода, которая находится на стенках минералов. Чаще всего глинистых, больше всего. Эссорбционная способность глин больше, чем, допустим, зерен кварца. И вот эта сорбированная вода, там, прочно связанная, рыхло связанная, образует полимолекулярный слой на поверхности поры, который, ну, в общем, твердое состояние. Там где-то плотность вот этой твердой сорбированной воды, вот такой пленочек, она где-то 1,4, ну, естественно, грамм на сантиметр, а плотность жидкой воды где-то единичка. Ну, так вот, при температурах около 100 градусов, часть вот этой связанной воды, ну, не и монополекулярный слой, прочно связанный, там ее не удалишь, а вот такой более рыхлый, так и называется, рыхло связанная вода, несколько такой более легко удаляемый слой, менее сильно удерживаемый. Вот эта вода переходит из твердого, то есть вот этого состояния сорбированной воды в свободную. Соответственно, плотность ее увеличивается, уменьшается на единичке и объем увеличится. Это тоже. Потом есть эта десорбция, еще дегидратация. Много воды входит в состав минералов, в кристаллическую решетку. И тоже при температурах в 80-100 градусов целая серия минералов переходит в другие минералы, теряя эту воду. Ну, например, гипс, помните, там умножить на NH2O формула гипса. Вот он переходит в ангидрит, и вот это NH2O, оно уходит в свободное состояние. Но гипс-ангидрит это ладно, это не часто у нас с вами материнских, а вот переход гонтмарелонита, одного распространенных глинистых минералов, в гидроследу, ну, в элит, допустим, это очень серьезно. В мультмарелоните где-то до 16% воды химически связанной входит в состав кристаллической решетки. А в элите уже где-то 4-5% воды в кристаллической решетке. Вот 10 с лишним процентов уходит в свободное состояние. Тоже увеличение объемом. Ну, короче, вот я к чему, что при каких-то определенных температурах, примерно это соответствует где-то тоже середке нефтяного окна, резко возрастает пластовое давление в материнке. Настолько резко, я потом покажу, когда мы дойдем до конкретных примеров, что она просто начинает растрескиваться, ее разрывает. Автофлюидоразрыв это называется. Появляется какое-то большое количество трещин, и вот углеводороды вместе с водой просто выбрасываются из материнской толщи, потому что там очень высокое давление. И важное следствие того, что я сказал, выбрасываются вот эти инъекции, они как вверх, так и вниз. Из-за того, что движущая сила создается повышенным давлением, неважно, в какую сторону идет эмиграция. Нефтематеринская отдает точно так же вниз, под себя, как и сверху. Поэтому материнская не только вверх дает, а и вниз. Ну, еще про материнские, там можно очень много говорить, это целая наука, но вот еще толщина, эффективная толщина материнской толщины. Ведь у нас, мы увидим, в некоторых бассейнах есть толщи обогащенная органика и 100 метров толщиной, и 200, и чуть ли не под полкилометра. Ну, даже еще больше, там, Майкоп какой-нибудь, 2-3 километра может быть. А вот все ли сможет уйти? И со всех ли частей материнской толщи вот эта эмиграция может произойти? Здесь мы можем с вами не только теоретизировать, но и экспериментально посмотреть. Эксперименты эти проводились лет еще 40, а то и 50 назад для многих материнских толщ, и получалась очень интересная вещь. Вот как этот эксперимент делался? Ну, у нас есть, мы можем определить количество органического вещества в образце породы, ну, например, экстрагировав, или сжечь ее, там, можно, эту породу, и посмотреть, сколько она весила до и после сжигания. То есть минеральная часть ничего с ней не будет при нагревании, а вот органическое вещество просто выгорит. И, соответственно, уменьшится вес. Это понятно. Но мы можем посмотреть еще и изменение элементного состава. Посмотреть элементный состав. Значит, элементный состав определить количество кислорода, углерода, водорода, азота, серы. Ну, основные, можно и больше, конечно. И вот, что интересно получается. Вот видите, такая штучка, диаграммка. Она для разных бассейнов проведена. И для... У нас это делалось, и в Западной Сибири, и французы делали в Алжире. В общем, много кто делал. Вот что получается. Вот это вот расстояние от... Ну, границы материнской толщины. Материнский и переход в проницаемый пород, в коллектор. Вот расстояние. И получается что? Вот количество углерода и водорода в какой-то момент начинает резко снижаться при приближении границы материнской толщины. А количество вот этих вот гетероэлементов, азота, серы, кислорода, наоборот, процент увеличивается. Не количество, а процент увеличивается. Здесь процент снижается, здесь процент увеличивается. Что это означает? Ну вот, когда мы меряем, экстрагируем и меряем элементный состав, мы, в принципе, экстрагируем все. И жидкое, и твердое. Все мы растворяем и выносим. Ну, что-то не растворяется, но какое-то количество твердых мы растворяем. Но вот в твердых, в битумах, много вот этого. А в жидких, в том, что будет нефть дальше, вот этого мало, зато много углерода и водорода. И вот видите, количество углерода и водорода снижается резко, а количество процента увеличивается. Что значит? Что вот отсюда эти углеводороды ушли, а вот дальше они просто не могли уйти, не смогли. И вот эта вот штука, она картина для практически логих изученных материнских толщин сохраняется. Это означает, что вот по нервничему, что половина из тех углеводородов, которые смогли эмигрировать, уходит с первых трех метров. Вот три метра сверху и три метра снизу уходит половина от всего процента. А фактически там, ну вот, 10 метров почти все. То есть за пределами вот этих 10-метрового части, сверху и снизу, почти ничего не уходит. Очень мало. Не может она, даже при наличии таких высоких давлений, не может уйти. Остается там. Ну вот, наверное, есть ситуации, когда эти вещи может быть немножко больше. Там зависит от хрупкости пород, еще от каких-то условий. Но в принципе так давайте для себя решим, что вообще-то материнская толща не должна быть большой. Она может быть мощной, но тогда серединка просто она будет потеряна, она не отдаст. То есть, ну реально, 20-30 метров вполне достаточно. Больше даже и не надо. 20-30 метров – это нормальная материнка. Даже иногда и 10 вот хватает для того, чтобы запитать целую большую серию месторождений. Ну вот, это все теоретические вещи. Теперь вот еще практическая, очень важная вещь. Ну хорошо, мы с вами определили для бассейна очаг генерации, то есть там, где нефть образовалась, и скорее всего мы определили то место, откуда оно ушло. То есть, ну давление, конечно, нам трудно определить, какое было давление там в этом очаге генерации 200 миллионов лет назад. Ну, в принципе, так сказать, прикинуть, смоделировать мы это можем с той или иной погрешностью. А вот важнее нам другое. Куда эта нефть потом делась? Потому что, как я вам говорил, еще 150 лет назад было, так сказать, пришли к выводу, и все согласились. Я имею в виду настоящие нефтяники, здравовыслящие. Вот так скажем, корректно. Вот все здравовыслящие нефтяники договорились, поняли, что нефть и газ мигрируют, то есть движутся. Рождаются они в одном месте, а потом скапляются совершенно в другом, скапливаются, просто проходя какое-то расстояние. Вот этот процесс называется миграция, или вторичная миграция. Первичная, или эмиграция, это уход из материнской толщи, а вот перемещение уже в проницаемой среде, это вторичная, или собственная миграция. Ну вот. Значит, здесь уже совершенно другие силы. Почему это нам надо знать? Потому что, когда мы приходим в бассейн, как говорится, бассейн фронтира, то есть бассейн такой пограничный, о котором мы мало чего знаем, мы определяем, в общем, довольно быстро очаг генерации, и потом нам надо смотреть, куда идти, куда идти с бурением, потому что, ну, вариант, что море. И вот нам надо с вами представить, смоделировать, или еще как-то определить, куда она двинулась, эта нефть, и газ тоже. Ну, здесь такая ситуация, что вот из материнской толщи и вверх, ну, здесь вверх показано, вниз то же самое, уходят углеводороды, они попадают в проницаемую породу, которую мы называем коллектор. Коллектор – это чисто русское название, потому что переводить его на английский как коллектор ни в коем случае нельзя, потому что по-английски это будет резервуар. Ну, вот, переходит в коллектор, и коллектор по коллектору это уже проницаемая порода с крупными порами, может быть, песчаник, может быть, какой-нибудь пористый известняк, что угодно. Вот, и дальше по коллектору движется вверх, здесь уже работает архимедовая сила, здесь не надо продавливать углеводороды через эти узенькие поры, поэтому даже минимальная архимедовая сила достаточно, чтобы потихоньку эти пузырьки или капельки всплывали в воде, пробирались вверх. Докуда? Пока они упрутся в непроницаемую породу, которую называем покрышкой или краном, вот непроницаемую, или там плохо проницаемую точнее, породы. Вот здесь они будут скапливаться в виде какого-то слоя, ну, может быть, там, сантиметрового, а может быть, до метра, может быть, и дальше вот начнут двигаться под действием архимедовой силы, строго вверх у них сразу не получится, потому что продавить эту покрышку не так легко, а вот вверх по падению, то есть по восстанию, конечно, вниз по падению, в данном случае вверх по восстанию, пласта, они двигаться могут, то есть вот так вот наискосок, поднимаясь потихонечку по подошве вот этой вдоль подошвы покрышки. Вот, значит, какие здесь силы? Ну, действующая Архимедова противостоят ей тоже всякие капиллярные силы, потому что все-таки надо вытеснить эту воду из пор, да, чтобы занять ее нефтью или газом. Ну, в общем, короче, давление, которое оказывает Архимедова, это не сила Архимеда, это давление, которое оказывает Архимедова сила, на единицу площади. Ну, вот какая формула, да, ускорение свободного падения, разность плотностей воды и углеводорода. Для газа она очень серьезная, для нефти так себе, ну, потому что плотность нефти там 0,8, 0,9, может быть, а воды единичка, да, там не очень большая равность плотностей. Дальше, высота столба и высота столба может быть большая, это вот не вот эта вот высота столба, а высота столба здесь от нижней точки до верхней, вот эта высота, и это уже может быть километр и даже больше, вот такой непрерывной есть эта фаза. Вот, то есть это хорошая величина, но портит все вот этот вот. Альфа это угол падения, и если мы говорим про платформы, то углы падения пород, ну вот у нас на европейской платформе, где угодно, ну дай бог 1-2 градуса, у нас небольшие углы падения, в краевых прогибах в углу небольшие, там 30-45 градусов, а здесь это маленькие. И представляете, синус там 2-х градусов или там 1-го градуса, не дай бог, какая величина, это с несколькими нулями после запятой. поэтому вот это, конечно, очень сильно снижает давление. Мы говорим про вот эту составляющую, вот которая у нас объединит. Значит, вот получается, что Архимедова сила, которая зависит от толщины вот этого вот такого слоя, причем берется не вот такая толщина, а от нижней точки до верхней, вот, ну и зависит, конечно, от угла наклона. Еще одна вещь, которая это можно смоделировать. Вот это как раз очень легко моделируется самыми разными программами. Если у нас есть серия структурных карт, мы можем на какое-то время построить там палеоструктурные карты, которые строятся опять же любой программой. С учетом уплотнения это не очень трудно. И дальше вот рисуются вот такие вот направления миграционных потоков и собственно вот эти вот какие-то места вот здесь такие хорошенькие. Вот видите, идет поток и вот здесь он заканчивается. Вот это место, где мы прогнозируем какую-то хорошую штуку, то есть залеж, ловушку. Это все достаточно легко сделать, но есть, конечно, как говорится, овраги. дело в том, что вот эта миграция, она, к сожалению, проходит не вот так вот прямо уж, как здесь нарисовано, потому что это экспериментально было проведено там, на самом деле, тоже неоднократно. В основе вот этой модели струйной миграции лежит эффект Коллинза, то есть давным-давно, не знаю, больше 50, да, это может под 100 лет назад он был открыт. Эффект Коллинза состоит в том, что при фильтрации не смешивающихся жидкостей через пористую среду каждая из этих жидкостей выбирает свой путь, который отличен от пути другой жидкости и он постоянен, то есть каждая следующая порция идет по этому выбранному пути. Вот как это примерно выглядит. Вот ну конечно идеализировано. Вот у нас с вами песчаник то пласт, а вот струи нефти в данном случае. То есть выбирает какой-то туннель, иногда туннельный эффект Коллинза. То есть получается, что внутри вот этого коллектора существуют струи, а как они там пойдут, от чего это зависит? Ну это зависит от того от структуры пустотного пространства. Здесь чуть побольше диаметр пор в каком-то месте, чуть поменьше каких-нибудь глинистых глинистого цемента, который очень сильно сорбен, сильный сорбен для углеводорода. И здесь просто легче пройти. Но предсказать вот эти струи, это конечно чрезвычайно сложно. поэтому вот мы должны с вами отдать отчет, что предсказать направление миграции мы можем, а конкретный путь, к сожалению, нет. Поэтому надо быть готовы, что при любое моделирование нам даст некую погрешность, неопределенность, к сожалению. Теперь вот еще такой вопрос, принципиальнейший вопрос. А как далеко эти струи могут уйти? То есть понятно, что нефть скапливается не там, где рождается, а насколько далеко, как это реально? Эти вопросы принципиальны, потому что вот, допустим, есть некоторые места в некоторых бассейнах, где у нас чрезвычайно высокая концентрация запасов допустим нефти. Вот татарский свод в Татарии. Там помимо Ромашкина миллиарда трех миллиардного месторождения есть еще и очень крупная там Новоелховская, Тайбазинская, Бавлинская, Шкаповская и куча мелких. Там такая высоченная концентрация нефти и газа, что вот местные геологи просто считают, что в пределах, если взять все материнские толщи в пределах татарского свода, ну просто они не способны были столько нефти и газа производить. и из этого они делают какой-то вывод совершенно непонятный по какой-то логике, такой, ладно, не буду говорить какой. Значит, что это не из материнской толщи, а идет откуда-то из Мальтии. Но вот если мы возьмем вот эту миграционную концепцию, которая, опять же, еще раз говорю, больше 100 лет, вот эта миграционная концепция показывает, что десятки километров нефти и газ может пройти откуда-то с других сторон. Вот насколько много, ну вот тут разные есть подсчеты, ну вот, например, можно так сориентироваться, что подпитка струй идет только в пределах нефтяного окна. Ну, условно говорят, от 60 до 150 градусов, ну это примерно 3 километра по высоте. Если мы возьмем один градус угол наклона, то вот это вот, ну, один градус это будет катет, а тогда второй катет получится ну, около 100 километров. То есть, вот меньше угол меньше одного градуса, что-то не хочется брать, потому что тогда вот этот синус угла наклона убьет вот это давление создаваемое архимедовой силой, это составляющая очень сильно. То есть, вот где-то около 100 километров, наверное, это может быть какие-то конкретных ситуациях, там может быть попутные струи воды, вода в том же направлении двигаться, что-то такое может быть. И мы с вами поговорим еще о таких спорных вопросах. В принципе, наверное, где-то 100 километров это на грани, так сказать, на грани уже. А до этого десятки, 20-30 километров, это легко, это доказано, причем, да, то есть, ну, вернее, хорошо обосновано на конкретных примерах. Ну, вот такая вот такая вот вещь. Газ, наверное, побольше, поскольку он более подвижен за счет меньшей вязкости, за счет большей архимедовой силы и так далее. Ну, вот, значит, вот это вот такая вещь. Где-то под 100 километров может она пройти. Скорость миграции, скорость миграции, ну, как, вот формула Савченко, ну, одна из формул. Здесь, конечно, проблемы вот в этих коэффициентах, они могут быть у разных людей разные, но смысл такой, что прямая пропорциональность скорости миграции, это что? Конечно, коэффициент проницаемости. Чем более проницаемый пароль, тем быстрее пойдет. Что еще здесь в числителе? Архимедова сила, да? Чем выше Архимедова сила, чем выше давление создаваемого Архимедова сила, тем быстрее пойдет. Что, конечно, вот, да, опять же, угол падения, к сожалению, с синусом вот этих несчастных. А обратная пропорциональность в знаменателе, что тормозит? Конечно, тормозит вязкость. Чем более вязкая углеводород, тем хуже, да? Тем беднее. И открытая пористость. Чем более крупные поры, чем их больше, тем медленнее поток. Ну, это тоже понятно. Значит, оценки такие, что скорость миграции для нефти составляет, ну, в принципе, от одного до, там, первых десятков сантиметров в год. Сантиметров в год. Кажется, что это совсем мало, но на самом деле это очень быстро. миграция. Потому что, если мы возьмем не год, а тысячу лет, то получится уже здесь десятки метров. А если возьмем миллион лет, то тоже, в общем, немного для геологии, то это получится уже сотни километров. И вот это очень быстрый процесс, миграция быстрая. А у газа это еще на два порядка быстрее. то есть это уже метры в год. Ну вот, поэтому это все достаточно быстро и, ну, наверное, это хорошо. Теперь, еще один вопрос, который может быть менее практичен, вот в данном случае, в нашем курсе, но все-таки про него надо сказать. Мы можем довольно, ну, не то что точно, но обоснованно смоделировать количество углеводородов, которые материнская толща породила и которые из нее ушли. тоже иммиграция, коэффициент иммиграции тоже мы можем рассчитать. А вот сколько доходит, вот сколько доходит, сколько теряется на миграционных путях. Вот это, конечно, цифра ужасная, я имею в виду, ужасно неприятная, потому что вот эти, опять же, работы проводились, но это эмпирическая, это экспертная оценка на самом деле, она проводилась разными людьми для разных бассейнов. и получается, что 90% средних углеводородов, нефти, теряется на путях миграции. Только 10% доходит до месторождений, представляющих из себя коммерческий интерес. То есть, что происходит, почему такая беда? Значит, проблема вот в чем, скажем, что, во-первых, не выдерживает, может не выдерживать покрышка. То есть, вот идет у нас путь миграции, а там какой-то разлом пересекает или окно в покрышке, и часть углеводородов уходит наверх, на поверхность и теряется за счет окисления и прочего других объектов выветривания. Теперь дальше, что еще? Диффузия. Диффузия – это универсальный механизм рассеивания, точнее, выравнивания концентрации. Углеводородность струи – стопроцентная концентрация нефти или газа, за ее пределами нулевая, соответственно, вот идет молекулярная диффузия, она всегда идет. Наверное, это не очень много. Что еще? Ну, например, на химических какие-то реакции. Здесь их целая куча, но, например, для восстановления сульфатов до сульфинов. Ну, вот мы знаем, перид, все видели. Ну, перид, он образуется из сульфинов при восстановлении в присутствии углерода. Углерод на это тратится, хотя он не входит в формулу перидов, но участвует, без него это фактически никак. И вот это вот тоже идет, вот идет на это часть углеродов, часть на это нефти идет. Потом, что на сорбирование, на сорбцию. Вот если в этих порах есть особенно какое-нибудь глинистое вещество, вот хлорид, например, чешула, цемент, то очень много будет сорбироваться, и там потери очень серьезные могут быть. Окисление, потому что если струя подходит уже ближе к поверхности, там где-то километр, то там и кислород может попасть, и бактерии, то есть бактериальные будут ее съедать. То есть это все на самом деле очень такой серьезный удар. Что еще? Растворение в воде, чуть-чуть растворяется. Микроловушки, вот какие-то небольшие карманы, в которых застревает часть углеводородов, но эти карманы, эти микроловушки нам не интересны, потому что они экономически невыгодны, то есть нам их разрабатывать. И вот по-разному разные ученые для разных бассейнов по-разному это рассчитывали, но все сходятся, что вот где-то примерно только 10%. Ну или визуально вот на классической работе Магона и Дова видите, вот количество углеводородов генерированных в материнской толще, а вот коммерческие аккумуляции, то есть в коммерческие залежи. Вот сколько всего лишь попало туда, куда нам надо. это нам, конечно, надо учитывать, потому что трудно очень смоделировать, но в принципе вот когда наши коллеги считают потенциал любого бассейна материнского, там огромная цифра. Говорят, вот столько она сгенерировала, но мы можем спокойно, наверное, с чистой совестью поделить это на 10, и это будет более реальная цифра уже для нашего, так скажем, экономического, экономических целей. Ну и если говорить про миграцию, вот еще один вид миграции есть, это была миграция вбок, латеральная, а есть еще миграция вверх, это вертикальная, то есть фактически это прорыв ловушки, покрышки. Вот я говорил, что сверху непроницаемая порода, ну вдоль нее, которая скапливается какой-то слой и движется дальше вверх по восстанию. Но насколько эта непроницаемая порода может держать, насколько она сильна в этом отношении, насколько надежна. Ну опять же, нам надо определиться с тем, какие силы препятствуют поступлению нефти и газа в эту казалось бы непроницаемую толщу. Дело в том, что абсолютно непроницаемых пород нет, даже самые лучшие покрышки типа солей галита они все равно могут пропускать. Но смысл такой, что в материнской покрышке не пускают туда нефть и газ капиллярной силы. То есть там очень маленькие поры. Если эта порода гидрофильна, то вот эти силы поверхностного натяжения, они всасывают в себя как губка воду, притягивают воду и выталкивают все остальное. То есть гидрофильные породы, мелкие поры удерживаются, всасывают в себя направленную вот эту капиллярную силу на всасывание воды, выталкивание нефти и газа. Капиллярное давление тоже можно легко рассчитать, ну в числителе тут поверхностное натяжение, а в знаменателе диаметр поры. То есть эти капиллярные силы действуют только в очень маленьких пустотах. Чем пустота больше, тем эти силы слабее, потому что диаметр и радиус поры в знаменателе. Ну так вот, значит пытается продавить через эту покрышку сила Архибена. Ну вот здесь вот такая диаграмма, там формула конечно гораздо более серьезная, но ее можно упростить. И для наших бытовых условий, если мы не будем очень детально в этом глядываться, то смысл такой, чем меньше диаметр пор, вот он поровый диаметр, тем больше столб нефти или газа может удержать наша материнская толща. Ну вот график для какого-то конкретной материнки, я уж не помню какой, тринедат по-моему здесь рассматривался. Вот, если у нас диаметр пор меньше одной десятой микрона, то фактически здесь 100-метровый может удерживать слой нефти, нефти. Если еще меньше, там и 800 и так далее. а если больше диаметр больше одного микрона, то уже не держит совсем. Теперь еще от чего зависит второе. Второе это зависит от плотности нефти. То есть если плотность нефти высокая, высоковязкие нефти, то держит хорошо. Если нефти легкие, хуже. А если газ, вот этот вот, то плотность тяжелой нефти, вот газ. Видите, какая высота залежи, все это уменьшается. Значит, да, да, вот, прошу прощения, наоборот, да, вот легкий газ, сухой газ, вот тяжелая нефть, да, вот высота столба в футах правда здесь. Вот видите, какая огромная разница. Зависит от Архимедова силы. Так вот, к чему я говорю, что многие месторождения имеют такой многопластовый вид, то есть у нас есть верхний пласт продуктивный и потом пошла серия ниже, 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 ниже. Понятно, таких месторождений много. Они могут формироваться по-разному, но вот один из таких вариантов это вот как раз вертикальная миграция. Вот у нас хорошая материнская толща, генерируется большое количество нефти и газа, они заполняют ловушку, вырастает очень большой слой, толщина слоя, допустим, газа или нефти, создается высокое избыточное давление на покрышку за счет Архимедовой, и в какой-то момент Архимедова сила становится больше, давление создаваемое Архимедовой силой, больше, чем противоположное, которое препятствует миграции давление капиллярных сил. Происходит прорыв покрышки, но этот прорыв это не то, что прямо вот как автомобильная покрышка Баха, и ты непонятно куда едешь со спущенным колесом, это постепенное просачивание, то есть вот идет такая, ну, тихонечку как-то стравит, да, вот идет тихонечку просачивание, некатастрофическое, и оно прекращается, когда часть нефти или газа уйдет, давление упадет Архимедовой силой, высота столба уменьшится, и опять покрышка держит, то есть она не разрывается на кулачке, а просто начинает потихонечку травить, вот, и вот у нас получается такая картина, одна залежь, другая, залежь, третья, четвертая, и вот в конце самая надежная покрышка держит как можно больше, вот основной залеж, это вот такое объяснение, и дальше, вот еще тоже очень важно, что если у нас вот здесь и нефть, и газ, то прорвет, уйдет покрышку, что? Газ уйдет, потому что он сверху, залеж нефтегазовая, у нее нефть внизу, газ наверху, вот когда давление возрастет, то первая уйдет верхняя часть, потому что вот здесь происходит прорыв, а сверху газ, газ уходит, давление упадет, нефть останется, вот так мы, наверное, сможем с вами объяснить строение залежей газов в Милу северо-западной Сибири, вот мы вернемся через следующем семестре к этой проблеме, но вот одно из объяснений, почему внизу есть и нефтегаз в Неакоме, а в Альбе-Синамане чистый газ, выше, ну вот может быть так, ну вот, теперь последний вот этот, ну или предпоследний, процесс и среда это вот образование наших коммерческих месторождений залежей, которые мы с вами все и ищем и или разрабатываем. Это процесс называется аккумуляция, ну и как только нефть и газ попали, вот сформировали залеж, еще тут же запускается, к сожалению, процесс разрушения, то есть вот условия консервации, сохранности, они, конечно, вот как, очень важны. Значит, давайте посмотрим, здесь тоже несколько, несколько вещей надо, значит, здесь несколько тоже таких вещей, да, значит, вот мы говорим о ловушке, нефть и газ накапливают, состоит залеж в ловушках, что такое ловушка? Ну, строго говоря, ловушка это локальный минимум энергии, энергии углеводородов в водной среде, то есть локальный минимум энергии, абсолютный минимум энергии у него будет на поверхности, на поверхности земли, выше они уже не пойдут, но этот абсолютный минимум нам не интересен, потому что когда нефть или газ достигает поверхности, они очень, фактически, очень быстро исчезают, окисляются, растворяются и там возгоняются, что угодно, ну, в общем, короче, рассеиваются, теряются для народного хозяйства. А вот ловушка локальный минимум, причем не просто локальный минимум энергии, а локальный минимум потенциальной энергии, потому что при таких скоростях движения в сантиметр в год кинетическая энергия МВ-квадрат она, конечно, никакая. Поэтому здесь разговор только о потенциальной и о потенциальной энергии, создаваемой силой Архимедовой. Вот о ней идет речь. Значит, нам нужен локальный минимум, такое место, где вот часть этого потока прервалась и вот она там как-то застряла. Чаще всего это мы говорим про такие ловушки и ищем их в основном эти ловушки, это антиклинали, перегибы, когда вот нефть или газ мигрировать и вот какой-то такой перегиб, там какая-то часть застряла. если переворачивать картинку, как в ямку провалилась и дальше никуда не девается, только наоборот. Значит, вот здесь опять же надо себе представлять, что это ведь не заполнение ведра водой или там ведра нефтью, идет процесс вытеснения нефтью или газом воды, потому что изначально в этих порах вода. Как это происходит? А вот так, вот эти струи разветвленные, о которых я говорил, которые как-то там в этом коллекторе себя ведут, не совсем понятно, как они там, ну трудно спрогнозировать. Вот они поступают в этот перегиб, дальше вниз им идти энергетически невыгодно, и они начинают что делать? Расширяться. Ну вот это на самом деле то же самое, только увеличенное. И вот эта вот струя, она начинает расширяться потихонечку, и вот изначально вот залеж будет вот такую форму иметь. То есть не ровный водонефтяной контакт, как мы с вами предполагаем, а вот нечто такое. И даже через какое-то серьезное время, а это уже сотни, может быть, тысяч лет, она все равно вот такая. Вот есть участки, где не вытеснена вода, есть участки, это не только вот в районе водонефтяного контакта, а и внутри вот такие какие-то участки, где не вытеснена вода. Вот это говорит о том, что идеальной такой формы, может, она потом и будет, где все очень ровненько, но это только через миллионы лет, и то не всегда. Теперь ловушки, конечно, могут быть абсолютно разные, вот эти локальные минимумы, может быть она и антиклинальная, может быть выклинивание пластов, может быть разлом играть роль экрана, хотя это куча всяких дополнительных условий, поверхностные согласия. в общем, достаточно много вариантов, мы их еще рассмотрим, те варианты, которые сюда не попали, но это уже на конкретных примерах. Ну и конечно не надо забывать о том, что в многих наших бассейнах процессы формирования месторождений закончились миллионы лет назад, 200 миллионов там, как для Волга-Урала или где-то даже еще больше, и дальше идет процесс разрушения, и вот насколько вот эти сотни миллионов лет, сколько было уничтожено, сколько сохранилось нефть или газа, это вопрос конечно очень такой сложный. Ну ладно, вот эта вот теоретическая часть по углеводородной системе мы с вами поговорили, и об этом мы будем уже конкретно говорить на конкретных примерах, а вот теперь давайте поговорим о такой вещи. Вот наш курс называется «Нефтегазоносные бассейны». если вы посмотрите большинство книг по нефтегеологическому районированию и учебниках, там вместо нефтегазоносных бассейнов будут нефтегазоносные провинции. Вот в чем тут разница и что надо, в каких случаях мы можем говорить так и так, а в каких случаях все-таки надо что-то выбирать или провинцию или бассейн. Вот давайте об этом сейчас и поговорим. Ну вот, ну вообще понятие нефтегазоносный бассейн это ну так, грубо говоря, фишка нашего факультета, даже не факультета, а кафедры. Вот у нас наша школа университетская это вот как раз нефтегазоносный бассейн. Обычно это понятие связывается с основателем нашей кафедры, с Игнатием Иосифовичем Бродом, который основал нашу кафедру в 40-е годы. Но также это вот Николай Браниславович Восоевич, который потом был после него заведующий кафедрой понятия нефтегазоносных бассейнов. Это и Игорь Владимирович Высоцкий, это вот Владимир Борисович Оленин, про которого я только что рассказывал, который не любил, что после него заходили в аудиторию. Алексей Михайлович Серегин, то есть это наша вещь. Но давайте разберемся, зачем нужно было такое понятие нефтегазоносный бассейн, и в чем действительно его отличие от других элементов районирования? Во-первых, зачем вообще нужно нефтегеологическое районирование? Зачем надо делить какие-то территории акватории на какие-то части и называть их то ли бассейном, то ли провинцией? Смысл здесь такой, что безусловно это чисто практическая задача. То есть нефтяная геология это прикладная отрасль геологии, мы решаем чисто производственные задачи. Вот районирование это смысл какой? Мы должны с вами отделить во-первых территории и акватории, которые перспективны на поиски от тех территорий акватории, где соваться в общем не надо, где не наш хлеб, пусть там родники или еще что-то работают. А вот у нас есть свои приоритеты. Это раз. Второе. вот есть у нас допустим территория, где есть разные залежи. И понятно, что в одном случае у нас одна стратегия поисковых работ, а в другом случае другая. Разные поисковые объекты, разные глубины может быть, разные типы ловушек, разная стратеграфия. И вот нам хорошо было сделать так, чтобы выделили какую-то территорию, вот пришли на это и что на этой территории вот такие ловушки в таком-то возрасте, возрастном диапазоне, что искать надо то-то, то-то и то-то. А в соседней территории там все по-другому, там другая поисковая стратегия. Вот смысл реагирования, разбить поверхность, грубо говоря, страны или земного шара на участки, где у каждого своя стратегия поисковых работ. первые попытки были сделаны еще где-то больше ста лет назад в США, потому что именно на самом деле нефтяная промышленность, родина нефтяной промышленности от Соединенные Штаты. Там вот разделили сперва на несколько территорий, несколько таких провинций, потом их стало больше. Ну, смысл такой. За основу бралось что? Две вещи. Первая это тектоническая, то-есть нефтегеологическая, нефтяная, ну, если по-американски, то-есть Петролиум, Петролиум Провинс, она должна была приурочена к какому-то структурным элементу. То-есть какая-то впадила, какой-то там прогиб. Вот структурный элемент. Это первый критерий. А второй, что в пределах этого структурного элемента все было с точки зрения нефтегаза однотипно. Вот как я говорил. Один возраст примерно, одна литология углеводородных систем. Понятия углеводородных систем не было, но вот в коллектор, покрышка, ловушка, все это было, существовало. Вот там должно быть все однотипное. В соседнем структурном элементе должно быть все другое, тогда это разная провинция. Если в соседнем структурном элемент другой, а вся нефтегазоносность такая же, значит, это одна провинция. Вот таким образом, два критерия, структурный и нефтегеологический. Вот понятие провинции существовало, я говорю, уже больше ста лет существовало. Сначала было в Америке, а потом перешло к главу. Из таких крупных российских ученых, это Успенский или из Губкинского университета Александр Александрович Бакиров, создал школу российскую провинциальную по провинции, деление провинции. Но это, конечно, распространенная позиция, и таких геологов, которые пользуются при районировании термином провинция, их больше, причем значительно больше, чем тех, которые пользуются понятием нефтегазоносных бассейн. Теперь зачем надо было позднее вводить термин нефтегазоносный бассейн, как раз в том числе и у нас на кафедре. Давайте разберемся. Во-первых, первый, кто предложил понятие нефтегазоносный бассейн, это был Казимир Петрович Калицкий, очень известный геолог, начальник один из первых начальника геологического комитета Советского Союза, геолкома, человек очень сложной судьбы. Понимаете, вот в те годы, в 30-е годы, конечно, шла серьезная дискуссия по поводу геологического, по поводу происхождения нефти, по поводу поисковых критериев. И вот, к сожалению, в этой дискуссии очень сильно вмешалась политика. То есть, его обвинили во вредительстве, в общем, даже чуть ли не в шпионаже. Ну, его научные оппоненты, то есть, вот тогда научная дискуссия, она иногда велась вот в таких терминах. Была призвана вредительской, и он сидел, а потом его выпустили, и умер он в блокадном Ленинграде, по-видимому, от Голда, от Холда. Ну вот, но он первый употребил слово, словосочетание нефтегазоносный бассейн, да и, кстати, первый учебник «нефтяная геология» на русском языке был как раз и им тоже создан. Вот, что он имел в виду? Значит, дело в том, что нефтегазоносный бассейн смысл-то какой был? Вот, когда мы говорим провинции, мы исходим из факта, структурный элемент, причем он может быть любой, впадила, поднятие, что угодно. Вот, и нефтегазоносность. А он имел в виду то, смысл был такой, что связать нефть, которая есть в недрах, сейчас есть, месторождение, с местами, где она родилась, то есть с источником, а источник это, естественно, впадины, потому что, помните, условия для созревания органического вещества, чтобы оно погрузилось на довольно серьезные глубины. Значит, в тектоническом плане это впадины. Или бассейн, потому что бассейн изначально это просто структурный, термин структурной геологии, в английском языке так оно до сих пор и есть, слово basin это просто переводится как впадина, вот впадина это просто можете переводить на английское слово basin. Любая, любого размера это все basin. Вот поэтому его нефтегазоносный бассейн это, в принципе, нефтегазоносная впадина, то есть там, где нефть рождается. Она может где-то куда-то уйти, но это все приуроченность нефти и газа к погруженным элементам. Вот какая идея была. Ну, потом вот эту идею, то, что надо при районировании за основу районирования брать структуры не просто любые, а именно впадины, к ним может быть и прилегающие поднятия, но в середке впадины должна быть, где все и рождается. Она была потом не подхвачена, а развита и Ивану Михайловичу Губкину в дискуссии с которыми пострадал как раз Калицкий. Потом Губкин не особенно этим занимался, потому что у него были совершенно другие задачи. он был ученый, который конкретно, поисковик был очень сильный. Но вот бассейн он тоже употреблял. А вот уже в таком научном плане вот это были и Брод, и Виктор Ефимович Хаин, который тоже у нас на факультете работал на кафедре динамической геологии очень долго, Василий Верянович Вемер, Николай Андреевич Еременко. Смысл такой, что в основу районирования мы берем область устойчивого длительного прогибания. Именно там в области устойчивого длительного прогибания рождается нефтегазоносный бассейн. Ну так вот, в результате работ и Брода, и Васаевича, и Высоцкого, и Оленина примерно родилось такое понятие. Нефтегазоносный бассейн область устойчивого длительного прогибания, в результате которого сформировалось мощное тело осадочных пород, то есть у нас первый процесс прогибания, результат тела осадочных пород, именно осадочных. И третье, в этой области блокового прогибания и длительного в этих осадочных породах сложились благоприятные условия для образования нефти, миграции, аккумуляции и сохранности. Вот три условия. Первое тектоническое, второе литологическое, сетевизационное осадочное тело и третье нефтегеологическое. Вот если это все сойдется, тогда это нефтегазоносный бассейн. Ну, понятное дело, что здесь есть некие такие подводные камни. Почему? Потому что здесь в этом определении три условия. Три фактора тектонические, литологические и нефтяной, углеводородной системы. Вот иногда они противоречат друг другу, иногда они не очень согласуются. Ну, например, не во всех впадинах есть много осадочных пород. Или наоборот, такое скажем, что вот опять же мы сейчас начнем с вами первый бассейн, который мы начнем на следующей неделе, это Волго-Уральский. Так вот, Волго-Уральский бассейн, он приурочен не к впадине, а к поднятию, к антиклизе. Вот как? Как его называть бассейн? Значит, вот вопрос в том, что иногда у нас есть мощный осадочный чехол, но сейчас это не впадины. Она когда-то была впадиной, а потом поднялась, и сейчас это поднятие. То есть, как бы немножечко противоречит немножко друг другу. Теперь, с точки зрения углеводородных систем, они могут не очень совпадать ни с первым, ни со вторым. Мы с вами увидим примеры, правда, на следующий год, когда есть нефть и газ, а впадин это почти нет. это более сложная система взаимоотношений источников и путей эмиграции там очень хитрые. Поэтому, вот, что брать за основу для выделения бассейнов, какой фактор главный, если они не очень совпадают, это дискуссионно. Дискуссионно, ну, например, Брод, он больше за тектонический фактор Ратова, Васаевич более залитологический вот про осадочные породы, Высоцкий, третий фактор тут антагенез нефти, соленина, антагенез нефти и газа. Ну, в общем, это немножечко такие вещи спорные, хотя, это я к чему говорю, не к тому, что мы будем этим заниматься, но просто то, что районирование, которое предлагаю вам я, оно и мои коллеги, оно не единственное, в других книжках вы можете увидеть друг по другому границы бассейна или провинции, с учетом того, что вот я вам сказал, да, тут можно немножечко в зависимости от наших с вами теоретических представлений немножко по-другому, по-разному это делать. Значит, вот давайте запомним элементы нефтегиологического районирования, которые мы с вами будем использовать. Значит, нефтегазоносный бассейн, я вам сказал, что это такое. Есть разные определения, но смысл такой, да, в принципе, область устойчивого длительного прогибания, в результате которого сформировалось тело садочных пород, в котором есть благоприятные условия для генерации, аккумуляции и сохранности нефти и газа. Вот. Но область устойчивого длительного прогибания. теперь наши коллеги, которые ратуют за провинцию, это определение тоже разное, но вот по Бакирову примерно так, да, территория или акватория приурочена к крупному структурному элементу, неважно, впадила, поднятие, что угодно, для которой характеризуется единство геологического строения и нефтегазоносности. То есть внутри все схожее по геологии, по истории развития и сходство нефтегазоносности. Что сходство нефтегазоносности, в первую очередь, что важно, одинаковый возраст. Вот в пределах этой провинции примерно одинаковый возраст, диапазон возрастной продуктивных отложений. И в общем, конечно, однотипность ловушек. Здесь нет слова про источник, про материнский здесь. Здесь идет от факта. Вот есть залежи, если в каком-то структурном элементе есть залежи нефти и газа, это уже провинция. Не зависит от того, откуда это пришло, здесь не родилось, или за 100 километров смигрировало. Вот здесь идет от факта. Но так скажем, теоретически первый вот этот критерий наш нефтегазоносный бассейн вроде бы более клещем, а вот этот более простой и более удобный для районирования по провинциальному принципу. Теперь дальше. Что еще здесь важно? Бассейна, как правило, это большая вещь. Волго-Уральский огромный бассейн, а Западно-Сибирский или Лен-Тургусский еще больше. И вот в таких огромных бассейнах естественно в разных частях нефтегазоносность ведет себя по-разному. Разные ловушки, да и диапазон стратеграфический другой может быть. Значит, нам надо вводить какие-то элементы более низких категорий, то есть делить бассейн еще на что-то. Вот таким следующим элементом ниже бассейна тот элемент, на который мы делим бассейны. Этот элемент называется нефтегазоносная область НГО. нефтегазоносная область. Вот понятие нефтегазоносная область он фактически видите таким же цветом я тут написал, как и провинция. Потому что на самом деле определение нефтегазоносной области это такое же определение как у провинции. Только ранг тектонического элемента другой. Нефтегазоносная область это участок бассейна или провинции который приурочен к структурному элементу к единому или группе структурных элементов характеризующиеся общностью геологии и нефтегазоносности. Отличие только в ранге структурного элемента. Если для провинции это надпорядковый краевой прогиб синеклиза антиклиза то здесь для области это уже что-то такое типа первого порядка мегавал мегавал какой-нибудь или крупное впадило ранг повеньше или свод какой-нибудь то есть это уже поменьше ранг тектонический еще нефтегазоносные области делятся на районы то же самое только ранг здесь мегавал здесь а здесь будет просто вал и так далее вот это все если здесь свод то здесь вершина сводов может быть несколько вершин в общем вот таким образом все идет вниз это вот ну не всегда мы будем с вами уходить в нефтегазоносные районы а вот области мы будем очень легко часто что еще из элементов тоже будем употреблять в этом курсе вот зона нефтегазонакопления зона нефтегазонакопления это термин не использует школа провинциальная но мы используем удобный термин он такой довольно расплывчатый но обычно это можно так вот определить значит это совокупность однотипных генетически связанных ловуш генетически однотипных то есть они сформировались в результате одного и того же процесса приуроченных какому-то структурному элементу ну это может быть тоже кусочек вала да система антиклиналек которая в пределах вот какого-то одного вала вот одна залезь вторая третья вот это зона связанная с вершинами какого-то вала или границы или ловушки связанная с крупным разломом вот идет разлом да и рядом к нему вот такие тектонически экранированные серия ловушек вот такие вот это тоже зона нефтегаза накопления ну в общем что-то такое однотипные ловушки которые к какому-то структурному элементу приурочены к части его не ко всего а к какому-то элементу вот это относительно довольно распространенная нефтегаза области часто мы будем это по возможности еще какие бывают элементы которые не так часто ну вот суббассейн понятие суббассейн я его вообще фактически не применяю но услышать вы его можете что такое суббассейн ну вот смотрите если у нас с вами есть крупная впадина да бассейн это впадина вот такая какая-то впадина вот она заполненная осадочной толщами здесь вот материнская и здесь материнская и здесь и здесь и назрелая здесь идет генерация здесь и один очаг генерации а здесь второй очаг ну в общем вот это будет суббассейн всего но вот это весь бассейн ЛГБ нефтегазоносный бассейн а вот это вот суб ЛГБ суббассейн то есть это часть большого бассейна который характеризуется собственным источником нефти и газа это впадинка где собственный источник это часть большой впадинка здесь свой источник он другой отдельный от этого хотя та же материнская но другой вот такое понятие суббассейн я не очень я его люблю стараюсь избегать я в этом случае лучше вам предложу два бассейна один здесь другой здесь вот так мне кажется будет правильнее и более честно но это опять же все довольно ситуативно теперь какие давайте сложности поговорим о сложности у нас с нефтегазоносным бассейном вот такие обычно сложности возникают при проведении границ нефтегазоносного бассейна теоретически граница должна быть знаете какая вот ну вот как вне бассейновое поднятие вот самый простой случай когда у нас с вами вот так вот 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 так один бассейн потом какое-то поднятие щит и второй бассейн вот это конечно идеальный случай когда мы с вами разделяем эти впадины на отдельные бассейны и тогда у нас очень все хорошо совпадает с провинциями то есть наш нефтегазоносный бассейн и вот та провинция будет одно и то же одни и те же границы в разных учебниках будет одно и то же а вот в таком случае как мы с вами поступим особенно если на самом деле здесь разный возраст если здесь вот одни породы а здесь совершенно другие вот так вот да здесь допустим будет кембрий а здесь будет там вот допустим ордовик селур а здесь девон да и здесь вообще кембрия может не быть вот как это более молодая впадина вот это один бассейн или нет вот пример классический то есть пример очень интересный прикаспийская впадина и волго-уральская антиклиза вот они вот профиль который вот так вот идет видите в чем разница вот эти вот породы волго-уральского бассейна они ныряют в прикаспийскую впадину здесь нет никакого межбассейнов поднятия и вот все уходит сюда вот это у нас с вами один бассейн или два вот один это бассейн или два провинции здесь две точно потому что это один структурный элемент здесь и возраст продуктивных толщ отличается вот в этом месте от вот этого здесь более молодых много очень пород а здесь только девон там карбоны и перми вот разные это бассейны или нет на наших старых учебников наших старых учебников которые вам рекомендовал это вообще единый бассейн вообще единый но понимаете это все очень-очень неудобно с точки зрения практической почему неудобно потому что сами понимаете поисковые объекты вот здесь и здесь ну совершенно разные абсолютно разные если возраст разный продуктивных горизонтов то есть конечно если их объединять то это мы объединяем две вещи которые ну не очень совместимы с разной поисковой неудобно это делать с другой с другой стороны конечно никто не может сказать что вот от всю нефть родившуюся здесь не перетечет сюда перетечет то есть с точки зрения бассейнового подхода это единый бассейн с точки зрения провинциального разные и я я и в бассейновой школе родился и принадлежу я разделяю эти бассейны это у нас будут разные бассейны хотя это деление условно потому как видите без бассейнового поднятия нет то же самое происходит или вот на севере Европы огромный прогиб который тянется от Прибалтики до Северного моря до Норвегии и как бы эта единая область осадочная это выделяется как один среднеевропейский бассейн нашими учителями ну как здесь нефтегазоносность в балтийской синекризе она связана с кемрийскими породами здесь с пермскими а здесь с юрой как это можно объединять в единый бассейн это совершенно не имеет смысл такого районирования да потому что совершенно разные подходы совершенно разные ловушки совершенно разный гензис но осадочная толща одна без каких-то поднятий поэтому вот здесь бассейновая точка зрения она конечно правильная но иногда довольно сложная для интерпретации или вот охотское море вот все море в единый бассейн загонять тоже на самом деле нехорошо или вот такие ситуации вот как здесь вот это западно сибирский бассейн а это ленотулгусский восточно сибирский вот это место одно и то же видите на одних картах это попадает западную сибирь а на каких-то восточную сибирь с точки зрения бассейна а почему вот профиль вот так идет вот палеозойские породы которые заразиты в ленотулгусском бассейне а вот это юрско-меловые этого бассейна где здесь границу между бассейном провести вот как вот это на самом деле довольно непростые вопросы когда вот вот в такие такие сочетания когда одни части бассейна накладываются на части другого бассейна или когда мы имеем дело с очень крупными впадинами это конечно вопрос такой непростой ну и еще одна один термин который я не употребляю вы от меня не услышите но вы можете в наших старых учебниках этот термин встретить при районировании а консервационная зона а это приставка которая означает не то есть это зона где нет условий сохранности это часть осадочного бассейна где все есть все условия кроме одного нет условий сохранности то есть что это значит это зона где очень небольшие мощности осадочных пород и там вот этот участок недр попадает в зону гипергелеза воздействия вот значит что консервационная зона то есть та часть осадочного бассейна где небольшие мощности осадочного чехла и где вся эта толща находится в зоне прямого воздействия кислорода все то есть там окисляется там бактерии там нет условий сохранности и вот этот вот эту консервационную зону отрезают из осадочного бассейна и как бы она не попадает в контур нефтегазоносного ну на мой взгляд этого не стоит делать потому что в этой консервационной зоне как мы видим целая куча месторождений битумов и даже высоковязких нефтей которые генетически связаны с остальной частью бассейна которая точно так же разрабатывается из них получаются те же самые продукты переработки углеводородов в том числе и бензин и солярка и что угодно и отрывать это от осадочного бассейна я не вижу смысла поэтому этот термин я не использую но сказать про него я должен зоны где нет условий сохранности для жидкой углеводородов для газа а для битвов пожалуйста сколько хочешь и вот что же делать какой вот у нас следующий шаг в результате которого мы можем вот эти все проблемы решить как нам дальше пройти быть вот как это делается мы с вами посмотрим завтра а вот это уже будет нефтерейнирование нефтегеологическое по принципу углеводородной системы картирование углеводородных систем вот на сегодня все у нефтегеологическое